Добро пожаловать в Paradise City, родину гонок Burnout. Для многих Burnout Paradise — эталон аркадных гонок, показывающий, каким должен быть образцовый представитель жанра. До недавней поры это относилось только к консольным геймерам. PC игроки пока что не участвовали в этом празднике жизни. Год назад разработчики Criterion Games анонсировали Burnout Paradise The Ultimate Box, обрадовав при этом пользователей PC тем, что игра наконец-то почтит их любимую платформу, да еще и вместе со всеми дополнениями. Мир Burnout Paradise предстает перед нами в бесшовном виде. Никаких экранов загрузки, меню и настроек между заездами. Единственное, что нужно сделать в начале прохождения карьеры, это получить водительские права и загрузить свой аватар в соответствующее окошко. Твой путь до пьедестала почета начинается на относительно маломощной машине или мотоцикле на твой выбор. Попав в огромный, красивейший мегаполис, ты волен делать то, что душа пожелает. Можешь принимать участие в многочисленных заездах или просто кататься по городу и любоваться местными красотами. Для того, чтобы принять участие в соревновании, нужно всего лишь подъехать к светофору, с которого начинается заезд. В соревновании существует несколько типов — гонка, экстрим, заезд на время, побег и охота. Некоторые из них чем-то похожи друг на друга, но есть и оригинальные находки. Например, в рамках заезда охота игроку нужно разбить требуемое количество машин соперников. Для этого, как говорится, все средства хороши. Можно прижимать их к стенам, толкать на встречный транспорт, друг в друга или использовать любые другие способы. Цель одна — довести их до такого состояния, чтобы они не смогли ехать дальше. Выполнено все это динамично и весело. Развлечение на пять с плюсом. В побеге придется ездить по всему городу на время, от одной точки на карте к другой. Дело усложняется постоянно висящим на хвосте табуном черных спорткаров, которые так и норовят превратить твое транспортное средство в кучу хлама. Твой спорткар в любом случае приходит в негодность, но за время заезда нужно набрать как можно больше очков, которые начисляются за достижение контрольных точек. Здесь возможности большого города демонстрируются в полной мере. Постоянно приходится выбирать узкие улочки и придумывать другие способы, чтобы висящие на хвосте оппоненты не смогли вас окружить. Режим «Экстрим» подразумевает необходимость получать очки путем выполнения определенных трюков. За комбинацию из нескольких приемов дают дополнительные очки. Например, можно без остановок развернуться, перевернуться, подлететь на трамплине, потом приземлиться, развернуться и так далее. Однако и здесь не все так просто. На каждом таком заезде есть различные требования, выполнение которых ведет к выигрышу в соревновании. Например, надо продолжать комбинировать трюки без остановки в течение определенного времени или зарабатывать нужное количество очков. Обычно это получается только при использовании комбинаций трюков. Само собой, в режиме «Экстрим» ты катаешься в основном по той части города, где есть возможности для выполнения трюков. Здесь встречается большое количество резких спусков, трамплинов, дорожных неровностей и прочих препятствий, так что побеситься нам дают в волю. Дополнительным фактором сложности становится полная свобода передвижения по городу даже во время экстремальных гонок. Если в остальных случаях это давало дополнительные возможности, то здесь это все усложняет, так как на высокой скорости запросто можно пролететь нужный поворот и уехать в соседний квартал. Наконец, Criterion Games вняли мальбам фанатов и сделали в Burnout Paradise The Ultimate Box опцию рестарта трассы. Вещь в таких играх просто незаменимая. Согласитесь, не очень приятно переигрывать весь чемпионат только из-за того, что проворонил последний поворот последней трассы. Теперь же при неудачном исходе заезда его можно просто переиграть. Пустячок, а приятно. Burnout Paradise The Ultimate Box — неплохое развлечение и для одного, но когда играешь по сети с другими игроками, геймплей переходит на совершенно новый уровень. Что может быть лучше, чем гонять с друзьями на новеньких спорткарах по огромному мегаполису, при этом разбивая машины друг друга? Будет не лишним учесть, что за последнее время Criterion Games добавили в игру новый контент — несколько мотоциклов и свежую локацию. Нельзя не сказать несколько слов о графике. Burnout Paradise на PC выглядит превосходно. Великолепная оптимизация, реалистичное динамическое освещение, продвинутая система повреждений транспортных средств, — неповторимое ощущение скорости и драйва вкупе с полным отсутствием экрана в загрузке. Кстати, на максимальных настройках графики и с включением всех графических эффектов можно без тормозов играть на среднестатистическом современном компьютере. Если ты поклонник безбашенного аркадного мочилова на дороге, то этот проект — твой лучший выбор за всю историю жанра. На данный момент ничего круче просто-напросто нет. Субтитры создавал DimaTorzok